короче я установил на днях ветряк gdx 300 ватник короче и спасибо соседу которая в принципе подворил мне там точечками лопасти блин я теперь понял что с ним что без него но я надеюсь все таки ветра когда будут короче не работает у меня теперь ну и на эту тему я наверно на другом своем канале как нет ролик сниму вот реально ребят вот честное слово скажу вам мне глубоко фиолетово если вот люди с другой национальностью да то есть как это называется слово забывая все короче я нормально со всеми общаюсь понимаете с людьми вот именно с людьми но вот когда вот делают такую падлу взяли снесли частный дом вот там вот как-то я ролик снимал у меня прям с крыши видно было там пожар и вот они как раз там строили они сначала хотели одноэтажный построить теперь забабахали трехэтажный дом и теперь у меня ветряк вообще не крутится мало того что они сделали трехэтажный дом крышу это считай четвертый этаж так они еще забабахали окна на мою сторону теперь я в труселях и скажем вообще выйти не могу вот это мне не нравится вот именно в тех вот людях которые живут вы как бы не по не по правилам что ли у нас как бы не принято вот я насколько знаю что все русские да у нас ребята которые там живут они обычно стараются окна вы знаете себе во двор но никак не к соседям вот так вокруг но я ничего против национальности не имею так чё там а ну ветряк поставил я он услышно его слышу короче гудит опять теперь три фазы опять работы но больше десяти ватт я опять я не знаю в чем причина но я вообще в последнее время ветряками разочаровался по поводу вот этого чуда который я приобрел вот это вот чудо вот это реально чудо я не знаю у меня поначалу было желание вот сюда вот я уже потом ребята мне подсказали но я уж сам допер я хотел вот сюда вот поставить лопасти тут и есть вал знаете под тормозной диск хотел сюда их поставить здесь вырезать как раз под резьбу нарезать резьбу в оргстекле туда завинтите гаечку какую-нибудь уже не диск хотела вот именно оргстекло туда посадить и лопасти взять от этого gdx потому что вот эта штука которая выдает насколько я помню по тестам я прокрутить не мог ребят честно говорю там лопасти надо метров не знаю хотя бы метр до 2 в диаметре короче лампочку 40 ватт я зажигал причем зажигал с пол оборота то знаете как это когда вот так вот крутишь пол оборота проходит она загорается но эти данные опять же говорю это все у нас как бы на руках это не считается считается только те данные которые получены именно в реальных условиях поэтому пока я вот эту фигню не соберу да и не поставлю на мать что я не буду знать что будет он работать или нет но я уже вижу что вот эта вот штука у меня даже с пол оборота зажигает лампочку тот ветряк мне надо накрутить его блин дрелью чтоб он зажег я не знаю там бешеные просто обороты но тут еще и редуктор есть не знаю как то вот это все плохо мне с ветряками дается почему у других людей так легко понять не могу так ухта 22 человека обалдеть тут надо было черный квадрат такого сделать преследования так чё у нас дальше ну давайте про солнечной батареи очень много вопросов начали задавать одни и те же причем ну я знаю что народу лень как бы лазить в старых темах моих да ну там вся принципе информация есть я не знаю сейчас джериха смотрят или нет но вот лично для него и так скажу вот эти ссылки которые мне дает меня же ими попрекает что я раньше говорил то потом я говорил то потом я говорил то еще раз говорю я информация не удаляю я также как и все учусь просто учусь я быстрее и учусь я реально на своем опыте не этот опыт и ребят извините никто не дарит я трачу деньги как бы покупаю тестирую потом говорю чем больше приборов и больше у меня так скажем времени тем более точные тесты чем больше у меня знаний тем более информативные тесты все все чё тут еще говорить давайте еще ролики за 10 лет назад вспоминать когда еще солнечной батареи можно сказать поликов глаза не было а может были нет забудьте про это может не было я уже я уже не боюсь что-то там говорить такое что потом просто нормально сам это не контактировали в общем на поле на поле то пишут на поле тестировать но тут вот по поводу ветряка вот пишут чем больше нагрузка тем больше нужна сила ветра тут с одной стороны и правильно а с другой стороны как вариант ребят увеличение площади лопастей ведет тому что у нас просто как бы и ветер нужен слабее чтобы раскрутить как бы не только ветер играет роль но и также площадь самих лопастей также дальше до чтобы нам увеличить скорость лопасти должны быть собраны по-другому соответственно если она увеличить тягу или как-то называется то не буду сейчас выдумывать короче чтобы увеличить вот этот момент сдрагивания можно увеличить да не просто вот длину лопастей ширину лопастей а количество просто как бы и ветер нужен слабее чтоб раскрутить как бы не только ветер играет роль но и также площадь самих лопастей также дальше до чтобы нам увеличить скорость лопасти должны быть собраны по-другому соответственно если она увеличить тягу или как-то называется то не буду сейчас выдумывать короче чтобы увеличить вот этот момент сдрагивания можно увеличить да не просто вот длину лопастей ширину лопастей а количество лопастей ну тут тоже вариантов очень много и не обязательно тут прям сильный сильный ветер вот по поводу вот этого моторчика я сразу скажу я был в шоке это хорошо вот с человеком вот этим вот начали общаться он там меня все зовет там и у него присылают ну как приходит он там электровелики собирает то есть ему на модернизацию приносит ну и вот он предлагал мне приходить там ролики снимать то есть какие то может быть какие-то ролики у нас с вами появится то есть вы можете быть увидеть эти тоже электротранс это тоже интересная тема но знаете мне что не нравится в этом деле то что реально то что я смотрю почти все ролики они либо вот как бы люди снимают их от того что как бы свипендрижом так скажем либо на продажу чтоб продалась солнечные батареи вопросы какие были по поводу диодов коробки многие пишут мне что за диоды при переделке скоро во первых ролики появятся как я переделывал панель но там тоже когда я начал переделать сразу именно после того как я переделал блин первую на вторую уже было быстрее но на 1 я ролик снимал и получилось так что я там это несколько сказал вот человеком общались короче ребят помните я говорю что вот эту шину центральную надо как бы порезать батарея состоит там и еще раз повторюсь батарея должна состоять минимум из 60 элементов солнечной батареи вот шина вот это которую тут в центре идет вот здесь в центре вот эту шину надо будет порезать да как это легко делается берете скальпель поперек проходите то есть разрезаете на свет смотрите панель вот так вот и разрезали дорожку чтобы ничего не повредить до элементов не дошло оставляете потом берете паяльник паяльником касаетесь центр и разогреваете шину которую разрезали потом берете скальпелем паяльником греете скальпелем подносите и скальпелем начинаете загинать и легко все загинается не надо ничего там вырезать поперек пластик отойдет и все нормально снимите по поводу диодов коробки обязательно все диоды под сразу утилизацию на запчасти себе забираете потому что эти диодики ребят сделают противное дело они закоротят вот эти две части между собой чтобы этого не произошло все удаляйте кто-то спрашивает а можно его там развернуть и поставить например по плюсу либо по минусу я говорю можно но он будет греться поэтому я рекомендую просто их удалять и пусть лучше провода греется чем диоды это приводит к тому что у нас разогревается контактная площадка и могут отслаиваться да в принципе так они разогреваться и так вообще зачем диоды в коробке еще раз объясню вот например панель до солнечная вот например вот на сюда на часть падает вот так вот грязь кидаем грязь так на элементов часть кинули грязь и как раз эти диоды смотря сколько у вас стоит разделяет солнечную батарею на секцию именно одна секция вторая секция бывает три секции если у вас грязь попала на первую секцию у вас две остальные работать будут выдавать ток по напряжению за счет первой секции она просядет и вот поэтому в этом случае нужны батареи как с напряжением в завышенном так и с хорошим током так следующий что там был за вопрос там еще так по поводу контроллеров заряда как контроллер заряда подбирать для солнечной батареи легко определяете сначала сколько вам нужно солнечных батарей с каких то есть если вы берете две по 100 соответственно вас то написано пять с половиной ампер она может выдавать соответственно у нас получается 11 ампер контроллер вам нужен если вы наращивать ничего не будете но я вас уверяю блин это как наркотик подсаживайтесь потом все равно будете наращивать через какое-то время поэтому лучше сразу брать контроллер с запасами вот сразу второй вопрос как раз джериха меня долбил этим мппт 30 solar который я говорил мппт мппт у него программы никакого аппаратного то есть да никакого у него аппаратного мппт нет он просто лучше работает чем тот же самый solar 30 solar 80 у них совершенно разные прошивки понимаете у этого почему его называем ппт потому что он как бы я не знаю быстрее что ли более современная прошивка он быстрее точку ищет он быстрее переключает импульсами то есть и лучше передает ток все solar 80 он как танк он работает с определенной частотой ему вообще пофигу сколько вы на него панели подключите на 12 вольтах на solar 80 можно подключить 80 ампер батареи 80 ампер батареи это грубо говоря 16 ватт ну 15 100 ватт вы представьте это сколько это полтора киловатта полтора киловатта можно подключить на solar 80 причем это на 12 вольт так что ребят делайте выводы еще раз говорю все контроллеры что я говорю программная мппт они не являются реальными мппт у них нет преобразования преобразователя с понижением напряжение увеличением тока вот если есть такой преобразователь это аппаратные мппт аппаратные мппт они стоят два в три в четыре час в пять раз дороже стоит так что тоже стоит за этим наблюдать тут я смотрю в чате вообще никто не пишет вопросов и вроде бы как бы все рассказал то что хотел в общем ну давайте немножко лирики портативную зарядку для камеры на солнечных батареях по поводу камеры для 100 сотовых и сейчас блин по поводу солнечных для сотовых для смартфонов для всего что хотите самый идеальный вариант это все-таки собирать самому брать 12 вольтовые вот эти вот потом я это все покажу как делать и как бы встраивать это все дело себе куда-нибудь там в куртку в рюкзачок и вот этим делом тащить и заряжать аппарат